Когда я собрала одни котлеи на стол, мне стало страшно, боже мой, сколько же у меня их. Но это не все котлеи, это только природные. Будет отдельный ролик по первичным гибридам котлей и будет ролик по гибридам-гибридам. Котлеи занимают у меня, наверное, 50% от всех орхидей в коллекции. Вот 50% котлеи, а на все остальные 50% приходятся все остальные группы вместе взятые. Будет интересно после того, как я завершу инвентаризацию, высчитать все в процентном содержании. Я сюда же поставила и природные бросоволы, у меня одна или две. Вот с нее и начнем. Это бросовола на доза, в моем уходе она ровно 3 года. Цветуня еще там, цветы у нее крупные. Цветет, вот в данный момент у нее сейчас есть цветонос, который один сменяет другой уже на протяжении 7 месяцев. Если такая орхидея попадает к вам в коллекцию, вы с ней никогда уже не расстанетесь. У нее есть никнейм Королева Ночи. На английском говорят Lady of the Night, а на испанском Мадама Дела Ночес. Почему на испанском? Потому что она родом из Мексики, то есть Южной Америки. Предыдущая надоза была мне подарена деленкой, взрослой уже. И котлея лобата была куплена деленкой. Год назад какое это счастье покупать взрослые орхидеи. Знаете, ее купил и она уже на следующем своем цикле зацветает. Лобата моя любимица. Но я боюсь, что я слово любимица буду говорить про каждую котлею. Лобата была героиней роликов по наращиванию горшков и по тому, когда я резала резому. У нее резому я чеканула в двух местах. И она очень шикарно пробудила новые почки. Вот у нее растут 5 новых ростов. И еще почки пробуждаются. Я вижу, набухают. Шикарное растение. С лобатой я тоже никогда не расстанусь. Природница номер 3 это скальная или наскальная лелия лунди. У меня она ровно год и была получена тремя бульбочками. Родом из Бразилии. Может расти на камнях, на скалах. Может расти на деревьях. И деревья те листопадные. И вот представьте зимой, когда они от листа падят. Какой же яркий свет получает эта лелия, чтобы зацвести. Цветки мелкие, пропорциональные размеру растения. Из тех 10 месяцев, в которые она у меня живет, наверное, 8 из них она просидела у меня в горшке. Но как-то новые бульбы, которые у нее наросли, они поднимались над горшком. И я решила пересадить ее на блок. Вот таким образом. Природная котлея номер 4 это Валкириана Эстрела де Кулина. Куплена была в марте прошлого года. Да, чуть больше назад. Вот такая пигрица в горшке. И за год вот так увеличилась. Растет помаленьку. Но ее цветение, если повезет, мы увидим не раньше, чем в 2025 году. Хорошо пошла в глиняном горшочке с корой. Вон у нее идут два хороших новых ростика. Будет еще природные Валкирианы и гибриды. Это фотка с интернета, потому что ни одну Валкириану я еще не зацвела. Котлея Джон Хиана была куплена мной совсем недавно. Не по такой цене, не 59 долларов. С нее заплатил я 38. Она дала три новых роста. Это взрослое растение. Я вижу, на ней были старые цветоносы. Значит, у меня есть большой шанс, что она зацветет. Вот только полила. Не думайте, что она сидит в такой сырости. Родом из Бразилии. Где-то растет высоко в горах, на скалах. Так же, как и Лелия Лунди. Обе предпочитают прохладное выращивание. Потому что растут высоко над уровнем моря. Бросовола Глаука у меня, не поверите, уже 5 лет. Да. О, на бирке написано с августа 2016 года. Смотрите, как плохо растет. Парочка самых первых бульб у нее, по-моему, уже отсохла. Но в год выдает по бульбе. И выше они не становятся, чем самые старые. Может быть, она больная. Может быть, мне ее протестировать. Кстати, неплохая идея. Все-таки хорошо, когда под рукой, то есть в холодильнике. Есть тесты на вирус. Спасибо Ленчику Жиловой. 5 лет прошло, а растение дохлое-предохлое. Вот сейчас отрежу кусочек листика от самой старой. Не псевдобольбы, он все равно уже желтеет. Знаете, я сейчас вспомнила, она мне досталась из нашего ботанического сада. У нас не все члены клуба любят покупать растения из ботанического сада. Говорят, у них там вируса много. Я от них приносила деленку Бауринге Аны. И вы знаете, протестировав ее после того, как она год прожила в моей коллекции, она оказалась положительной на вирус. Я с ней попрощалась, даже и не вздрогнула. Вот опускаем слегка-слегка. И делайте ставки. В конце ролика проверим результат. Либо глаука больная, либо у кого-то кривые руки. Эх, я хочу обрадоваться второму выводу о кривых руках. Котлея Виолайцея пришла ко мне совсем недавно, месяца два назад. И я ее еще не пересаживала. Вот такой страшный вид у нее. Жду, заказала, корзинки придут. И видите, чего тут делается. Видите, все засыпано корицей. Потому что я у нее отрезала последнюю бульбу. Сгнила она. Но есть новый рост, значит есть надежда. И хорошо, когда он даст корни уже в новую жилплощадь. Родом из Бразилии. Растет очень низко над уровнем моря. По берегам рек, где очень влажно. Маленькая котлея Джинманиай. У меня уже два года, не поверите. И ни живая, ни мертвая. Пропали у нее несколько бульб. Но вот вроде восстанавливается. Вроде вот корни есть. Тоже жарко в выращивании. Из Бразилии, как и предыдущая Виалацея. Колумбийскую природную котлею Девиана я купила у Фреда Кларка 4 месяца назад, наверное. Такой маленький размер у нас стоит 35 долларов. Но она заметно пошла в рост. Вот я пометила, что пересадила ее в июне 21 года. Колумбийская красавица. Мне кажется, это самая красивая котлея из всех, которые можно иметь. Во! И за месяц, смотрите, как корни рванули. И с этой стороны видно у нее новые росты. И похоже, что эта малявка растет в двух направлениях. Что очень хорошо. Следующая природная котлея, это будет котлея Максима. В моем уходе она чуть больше года. Максима больше прохладного выращивания, чем жаркого. Потому что родом из Перу и растет довольно-таки высоко над уровнем моря. Довольно-таки быстро растущая котлея. Я вам скажу, 15 месяцев назад она выглядела вот так. Есть котлеи, которые в год выращивают только по одной псевдобульбе. Это явно больше, чем одну. Если бы я ее не крутила, то корни у нее выглядели получше бы. А то вот на одной стороне корни появятся, обгорят на солнце, начинают расти с другой стороны. Я переверну эту корзинку, они с другой стороны подсыхают. Вот здесь еще хорошие. Ее легко узнать по ее длинным лепесткам. И вытянутая губа вот такая с желтой полоской, длинной. Год назад я делала ролик, как ездила в гости к Шиле, члену нашего орхо-клуба. По-моему, в августе. И вот она мне подарила деленку своей котлеи. Это котлеи Скиннера вариация Альба. И прошлой осенью она уже была вся с чехлами, которые должны процвести в начале зимы. Зимой эти чехлы засохли. Я думаю, ну, скоро прорвут эти сухие чехлы, бутоны. Да не тут-то было. Ничего она у меня не процвела. Те архоманы, которые выращивают орхи на подоконниках, они трясутся над каждым пятнышком на листе. Вот эти страшные пятна. От солнечных ожогов, потому что Шилы выращивает летом на улице, так же, как и я. О, хотите посмотреть, как выглядит мучнистый червец? Вот здесь чехол уже закладывается на той бульбе, которая выросла в моем уходе. То есть мои прошлой зимой не процвели. Зато у Шилы было шикарное цветение материнского растения. Она предположила, что свою деленку я не дополивала. Но нормально, ничего. Учимся. Вон сколько у нее пошло новых ростов. Странно. Новые росты проснулись еще зимой. Это так я поняла, что котлея цвести не будет из этих чехлов прошлого года. Если пошли новые росты, обычно забудь про цветение. И вот сколько. Три-четыре месяца прошло. И новая волна новых ростов. Здорово. Природная ринхолелия дигбияна. У меня их было две. Вот эту подарила мне Наташа из Флориды. Ее канал называется Just One More Orchid. Высокие псевдобульбы это те, что выросли во Флориде. А вот эти мелкие уже выросли у меня. На больших можно увидеть пятна. Это следы укусов щитовок. Пенсильвания это вам не Флорида. Высокие бульбы наращивать, да еще сразу. Но зато маленькие, хорошенькие. Покрыты таким беловатым налетом. Дигбианским. Так в природе растение защищает свои листья от перегрева. И от ярких солнечных лучей. А дигбиана та, что у меня была, я подарила золине во Флориде. Вон какой новый рост пошел. Хороший на растении. По-моему от золины, кстати, у меня вот этот подросток лелии пурпураты. Но цветение увидим не раньше 2025 года. Так что заглядывайте на канал. И еще одна пурпурата. Эту, скорее всего, приходите смотреть в цветении в 2024 году. Это растет у меня уже 2 года. А что-то крупных взрослых пурпурат у меня нету. Набрала синцев. Лена Шилова из Канады недавно скинула мне фотки ее цветущей пурпураты. Говорит, пахнет сладко, вкусно, как выпечкой. Посмотрите, какой правильной формы цветок. И губа, и белые, как снег, лепестки. Природная персеволиана относится к однолистным котлеям. И это у меня было куплено, наверное, 10 месяцев назад. В декабре, как и все персеволианы, она процвела. Это саммит. Очень известный мереклон. Знаете, процвела в декабре все. Все, ни роста нового нету, ничего, как замороженное. Все эти 10 месяцев и бульбы, видите, как уже ссохлись. Вот она, кстати, на картинке справа. Природную котлею Леополди я выращиваю, наверное, года 4. И в прошлом году, и в этом году все заглядываю, жду цветения от нее. Она летняя цветунья, по идее, должна цвести вот сейчас, июнь-июль. Именно к середине лета бульбы у Леополди завершают рост, и она должна показать чехлы. Вот эти выросли за прошлое лето. Видите, две бульбы. А в этом году куда выше, куда стройнее, я думаю, ну все, всяко процветные. И вот эти пятна пигментные на них, они выглядят как грибок, да, но нет. Это пигмент, потому что стоит она у меня под лампами, очень много света получает. Я ее даже боялась пересаживать. В прошлом году я просто поставила один горшок в другой горшок. Думаю, ну только бы ее не тревожить корни. Но, видимо, 4 года это не срок. Буду ждать еще один год. Видимо, мои высокие бульбы еще недостаточно высокие, как у Марси в Австралии. Токлея тенеброза была получена мной 2 года назад с двумя бульбами. Деленкой от цветущего растения. За один год она вырастила, одну бульбу не процвела, а вот в этом году процвела. Посмотрю на ее листья, они у нее все потресканные. Мне кажется, что это говорит о том, что недостаточно я ее поливаю, хотя я ее окунаю в тазик с водой каждый день. Вот смотрите, только отцвела, и вот пошел у нее новый рост. Идеальная рутина из жизни котлей. Процвела новый рост, да, могла бы и 2 выдать, и с другой стороны, но нет, я смотрела, нет. Сразу после переезда она вырастила вот эту невысокую бульбу. А в этом году уже повыше бульба, но не такая высокая, как те две, которые выросли в теплицах. Я полюбила ее очень страстно. Цвела на 2,5 недели. Колумбийская котлея Трианы, куплена 2,5 года назад, цвела 2 раза в декабре. Бульбы у нее красивенные, смотрите, как граненые графинчики. Ее еще называют рождественской. Орхидея цветет на католическое Рождество. Вот здесь растет какой-то сорняк. Знаете, он у меня растет во многих горшках с котлеями. Вот мне кажется, это какое-то вот орхидное, такое похожее на сорняк. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Вот она выдала цветонос, чехол вернее, да, который процветет в декабре. Но выглядит подозрительно. Почему-то начал сохнуть еще до того, как вырос полноценным чехлом. От корней горшок слегка деформированный. Мощные котлеи надо пересаживать. Вот это ее цветение прошлой зимой. Котлею Шрадера я купила после того, как она цвела в марте и в мае пересадила. Вот один из ее родителей вариации деликата, а второй я не нашла картинки. То есть не знаю, как она будет цвести. И она выдала в мае два новых роста. Представляете, вот они два были одинаковые. Потом один затормозился, а вот этот пустился в рост. Как же я жду ее цветения. Но чехол это еще не гарантия, что она процветет. Она переехала из Флориды в прохладную Пенсильванию. Но над же вот этот рост. Ни живой, ни мертвый. Скажите, у кого котлея Шрадера есть? Теперь этот чехол я буду ждать, что процветет следующей весной. Еще одна котлея Триана. Это вариация Патришая. Вот она слева. А справа это та, которую я раньше показала. У всех у них губа. Вот как будто ее макнули в чернила. По этому признаку котлею Триана легко отличить. У нее такие вот бульбы, такие округлые, мощные, хорошие. Тоже была получена мной два с половиной года назад деленкой. И вот эта бульба, первая, которая выросла, у меня не процвела. Потом процвела вот эта. Точки, вы видите, это следы от счетовок. И сейчас в этом году растет вот этот новый рост. Надеюсь, бульба будет крупнее и цветов будет больше. Она очень крупноцветковая. У нее цветок в диаметре 21 сантиметр. У меня вопрос, у кого Триана есть? Подскажите, она дает по одному росту в год, даже если она взрослая. Вот у этой шакризомы такой большой. Но одна бульба в год на одной и на другой Трианы. Котлея Валкирияна Чоучо. Это японская селекция. Вот так она цвела при покупке. Два года назад с тех пор цветения я не видела. И растение уменьшилось в размере по сравнению с тем, когда я ее купила. Валкирияна для меня трудная орхидея. У меня есть еще одна, я покажу. И есть ее первичный гибрид с Нобелиор. Тоже не цветет. Но хоть есть положительная динамика. Что уже хорошо. Котлея Персибелиана еще одна. Это вариация Pale Face. То есть вариация Альба. Цвела у меня уже раза три, наверное. Одна из моих любимых котлей. И она особенная котлея. Она поражена вирусом. Два года я ее не пересаживала. Но горшок ей стал тесным. После того, как я ей подрезала резому, она дала пять новых ростов. И я смотрю, корни растут. Думаю, надо перенести, пересадить ее в горшок побольше. Видите, вот росты этого года с чехлами, которые будут свести. И есть новые росты этого года без чехлов. То есть из пяти новых ростов похоже, что чехлы она выдает только на трех, которые будут свести в декабре. И вы знаете, бульбу у нее мольщатся. Корни новые закуклила. Это какая-то вот прям забастовка на пересадку. Не пойму. Последнее время я набрала лелии. Вот эта лелия пумила. Они миниатюрные. Растут высоко. Над уровнем моря. И знаете, прохладные температуры любят. И они маленькие растения, сами по себе, но дают очень крупные цветки. Цветки у пумилы, по-моему, 8 сантиметров в диаметре. А вот у джанхианы, кажется, и крупнее. Но я купила их уже взрослыми размерами. В Seattle Orchids. Вот у этой пумилы, похоже, что рост идет в двух направлениях. И я не вижу старых цветоносов. Значит, будем ждать их от новых ростов. Котлея Акландияи вариация Альба была куплена 2 года назад. Сразу после фласки. Видите, 2 года прошло, а она все равно малявка. Но Акландияя, она невысокая котлея. Вот эту малявку я купила как вариация Альба. Мне нравится ее белая губа и зеленые лепестки. И я думаю, наверное, еще года 2 ждать. Как вы думаете? Котлея Аметиста Глосса. Это у меня в уходе 4 года. Я первые 2 года вообще прочитать не могла, что это за гибрид такой. Потом кое-как разобралась. Вот это гибрид вариации Сейрулия. Вот эта красивая голубая. На Албесенс. Вот эту, ну практически Альба. Как будет выглядеть цветок, я не знаю. Я не нашла цветение на интернете. Но вот 4 года она у меня. И в год мы выращиваем по одному новому росту. И с каждым годом бульбу я получаю больше и больше. Вот она, прошлогодняя бульба. И сейчас идет новый рост. Я думаю, ну может быть с него, вот с этого она процветет. Я смотрю канал Марси из Австралии. Самые обалденные котлеи это у нее. Так ее Аметиста Глосса, которая цветет очень пышно. У той бульбы высоту, наверное, 1 метр. Ну, 80 сантиметров точно. Котлеи Ладигези я заказала где-то на интернете. Мне прислали 2 деленки, ну какие-то вот совсем плоховатые, без корней. И знаете, я их посадила в прошлом году, вот июль 20-го года, да, год назад. Она нарастила 2 вот эти бульбы, маленькие. Ну, естественно, при переезде и при пересадке. Но очень хороший прирост корней от них. И вот идут еще 2 новых роста. Я думаю, они вырастут больше и выше, чем предыдущие. Вот эти мелкие бульбы, да, справа вы видите. Вот видно, что эти деленки цвели уже. Значит, у меня есть большой шанс увидеть ее цветение уже с новых роста. Как получится, наверное, с котлеей тенеброзой. Бульбу вырастила на следующий год после переезда. Которые вот не процвели, вот эти мелкие тоже. А уже со следующего года растение считается адаптированным и готовым к цветению. Скальная лелия Бригери у меня недавно. 4 месяца, 5 месяцев тоже ее привезла из Флорида. Знаете, за 4 месяца она нарастила 4 новых роста. При покупке она сидела в горшочке. А я ее прикрутила на кусок корня африканского дерева. Знаете, он такой тяжеленный, как сталь. Правда, вот тяжелый. И вот она стоит так себе красиво. Знаете, она родом из Бразилии растет практически на гранитных скалах. Очень высоко. И эти горы, они окутаны и облаками, и туманом. И вот по ночам, когда температура падает, то этот туман просто стекает по граниту водой и питает корни. Она натуральный, природный тетраплоид. У нее очень крупные цветки по сравнению с размером растения. Котлея Рекс. Вариация Майо Бамба. Майо Бамба так называется местность или город, или какое-то там поселение в Перу, откуда и находится она родом. За котлея Рекс я охотилась очень долго. Знаете, ее трудно купить. Вот за эту заплатила 120 долларов, наверное. А вообще влюбилась я в нее. Первый раз, увидев ее на канале Green Pets. Так Билл называет свои орхидеи зелеными питомцами. В этом году вот она показала три новых роста. Это деленка. Купила я ее на ebay. Но так они медленно развиваются. Билл выращивал котлею Рекс из фласки. Много лет, семь лет или восемь. И сейчас у него они так цветут. Я слежу за ними, как за своими родными на его канале. Ну и под конец вернемся к Ринхоле Ле Глауке. Результат готов. Ура! У ее хозяйки кривые руки. Котлея не вирусная. Попробую пересадить ее в пластиковый горшок. Наверное, в глиняном ей очень сухо.